Беспрецедентное по своему масштабу задержание потрясло регион в минувшие выходные. Экс-главу Ивановской области, а ныне депутата областной думы Павла Конькова, подозревают в растрате 700 миллионов рублей. Напомним, что за время губернаторства Конькова за решетку угодили несколько человек из его команды, причем практически все уголовные дела коррупционной направленности. Бывшему губернатору инкриминируют хищение бюджетных средств путем предоставления кредита Ивановскому бройлеру в далеком 2011 году. Есть ли в случившемся состав преступления и виновен ли Павел Коньков, решит суд. Ну а так или иначе громкий процесс бросает тень на репутацию правительства Ивановской области. Знаете, мне не верится. Во что не верится? Что такое мог совершить. Он такой человек, не похож на то, что его представляют. Когда человек возглавляет даже не город, а область, и потом его как бы возбуждают против него какие-то уголовные дела, конечно, это бьет при репутации самой власти. В целом, как вы можете охарактеризовать Павла Конькова за тот период, когда он был губернатором? Средний менеджер, слабенький даже. Почему слабенький? Ну, посмотрите, что изменилось в городе при управлении. Наверное, не так уж много. Так сложилось, что отдельные представители команды Павла Конькова на протяжении всего его губернаторского срока попадали в криминальные сводки. Лихорадила самую верхушку власти. Обыски в здании правительства проходили именно в кабинетах зампредов. В 2015-м задержали Андрея Кабанова, в 2016-м Дмитрия Куликова. В 2017-м правоохранители заинтересовались Виталием Ильюшкиным. Кабанов и Куликов получили реальные сроки. Ильюшкин в розыске. Сейчас задержали экс-губернатора нашего. В свое время уголовные сроки получили его заместители. Вообще, это бросает какую-то тень на Ивановскую власть? Да, конечно, бросает. Ну что ж, я надеюсь, что наша соединенная система со всем разберется. И все, кто виновен, получат свое наказание. А кто не виновен, значит, жили хорошо и честно. Мне немножко стыдно. Стыдно за наше правительство, если на самом деле это так. Вот хотелось бы, чтобы такого бы не было. И для Каши это был бурок. Наш город ционный, довольно-таки бедный, и такие огромные деньги проплывают. Это поразительно. Просто поразительно. Экс-губернатора Ивановской области арестовали на два месяца, до 30 июля. Такое решение принял Басманный суд Москвы. Защита Конькова просила о домашнем аресте. Сам политик считает себя невиновным и сказал, цитата, что трактовки, которые делает следствие, далеки от истины. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.